Приветствую, друзья! Добро пожаловать на наш очередной мини-курс. На этот раз мы поговорим о нашей новой услуге CheckFlow. Что это такое? Ну, по сути, это просто маркетинговое название бесплатного аудита сетевого трафика, как внутреннего, так и внешнего, на самом деле. Сам аудит производится с помощью такого замечательного инструмента, как FlowMon, которым может воспользоваться абсолютно любая компания бесплатно в течение 30 дней. Но я уверен, что уже после первых часов тестирования вы начнете получать какую-то ценную информацию о своей сети. Причем эта информация будет ценной как для сетевых администраторов, так и для безопасников. Что же, давайте обсудим, что это за информация и, собственно, в чем ее ценность. Также сразу сделаю небольшое отступление. Просто уверен, что у многих сейчас мелькнула мысль, о чем это отличается от CheckPoint Security Checkup. Наши подписчики наверняка знают, что это мы потратили на это очень много сил. Но не спешите с выводами. Уверяю, что сейчас по ходу урока все станет на свои места. Если же вы не знаете, что такое Security Checkup, то не обращайте внимания и просто смотрите дальше. Итак, что же сможет проверить именно сетевой администратор с помощью данного аудита. Первое. Он может получить полную аналитику сетевого трафика. Чем загружены каналы, причем не только интернет-каналы, но и между филиалами или площадками, этажами. Какие протоколы используются, какие сервера или пользователи потребляют наибольшее количество трафика и что это за трафик. Эта информация очень полезна, когда есть проблемы с линками и необходимо понять, кто забивает сеть. Плюс удобно использовать эти данные при формировании аксесс-листов или при проверке работы этих списков. Забегая вперед, скажу, что это делается на основе анализа NetFlow, IPFix, SFlow, GFlow, кому что нравится. Плюс, конечно же, есть возможность анализировать трафик на спан-порте. Но об этом мы подробно поговорим чуть позже. Самое главное, что вы сможете получить данную аналитику абсолютно со всех сегментов вашей сети. Хоть со всех коммутаторов доступа, если они поддерживают что-то вроде NetFlow. Второе. Вы сможете увидеть задержки и потери в сети. Если где-то теряются пакеты, Fallomon покажет, где именно. То же самое с задержками. Очень удобная вещь при трэблшутинге непонятных проблем. Буквально в пару кликов можно увидеть то самое бутылочное горлышко, из-за которого может деградировать какой-либо сервис в компании. Третье. Аналитика трафика пользователей. Здесь имеется в виду не только интернет, но и весь локальный трафик. До локальных сервисов или серверов. Это особенно полезно, когда ваши пользователи регулярно жалуются на работу каких-то внутренних сервисов. С помощью Fallomon вы сможете увидеть все проблемы, которые испытывает юзер и понять, в чем причина. Это существенно уменьшает скорость трэблшутинга и ваши пользователи меньше просиживают, так сказать. Классический пример. Юзер жалуется, что у него не работает почта. При этом у других все нормально. Чаще всего в таких случаях пользователи говорят, что он сам что-то неправильно делает. Проблемы на вашей стороне. У других все работает. Fallomon покажет весь трафик, все задержки и потери пользователя, если они действительно есть. На всем пути. от его порта доступа до самого сервиса. Четвертое. Вы сможете оценить работу ваших корпоративных приложений. Почти в каждой компании есть какие-то критичные сервисы, от работоспособности которых зависит эффективность всей компании. Простой пример. Есть какой-то внутренний портал с веб-фронтендом и бэкендом в виде баз данных. Пусть там это будет MySQL. Flowomon позволит увидеть процесс работы сервиса на каждом этапе. Как пришел запрос на веб-формулу, с какой задержкой ответил интерфейс, какой SQL запрос ушел на бэкенд и как быстро она ответила. Если с приложением вдруг начинают происходить какие-то проблемы, то мы сразу можем определить, где именно проблема. На сетевом уровне, на уровне фронтенда или бэкенда. Как вы понимаете, тут же сразу можно найти ответственного за решение. Собственно, раз уж мы можем мониторить работу наших сервисов, то мы можем автоматически настроить мониторинг SLA. То есть задать нужные для нас величины времени отклика. Если они нарушаются, то мы получим уведомления. Самое классное в этом, что мы мониторим работу сервисов на основе трафика от реальных пользователей. То есть это не какая-то симуляция. Шестое. Еще одна интересная возможность – поиск сетевых аномалий. Если в сети появился левый DNS или DHCP сервер, вы сразу это увидите. То же самое касается PTL или аномального DNS, SMTP, ICMP трафика, что обычно свидетельствует о какой-либо вирусной активности. Также вы сможете оценить проблемы с конфигурациями сетевого или серверного оборудования, то есть обнаружить какой-либо нелегитимный трафик пользователей или серверов. Например, кто-то постоянно использует RDP, VPN или еще какие-то приложения, протоколы, которые по идее должны быть закрыты аксесс-листами, но продолжают функционировать. Ну и наконец вы сможете получить комплексный отчет о состоянии вашей IT-инфраструктуры. Чаще всего это помогает спланировать какие-то необходимые работы, расширение каналов или закупку нового оборудования. На самом деле в FOMON еще много чем может быть полезен для сетевых администраторов, но я постарался выявить самые основные моменты. Теперь про безопасников. Чем же им может быть полезен данный аудит? Первое. Очевидно, вирусная активность. Вы сможете проверить трафик не только на периметре сети, но и во всей сети в целом. Причем FOMON с помощью поведенческого анализа может определять не только известные вирусы, на которые есть сигнатуры, но и неизвестные ранее, так называемые Zero-Day. Таким образом вся ваша сеть превращается в такое подобие сенсора, который мониторит абсолютно все каналы и весь трафик. Если провести аналог с тем же CheckPoint Security Checkup, то там обычно проверяется только интернет трафик. Также вы сможете задетектировать распространение шифровальщиков в вашей сети. Даже если шифровальщик пересаживается с компьютер на компьютер в рамках одного сегмента сети или даже одного коммутатора, не доходя до устройств на периметре сети, где у вас может быть установлен какой-то NGFV, IPS или любое другое DPI решение. Конечно же вы сможете видеть всю аномальную активность в сети. С помощью машин леунинга FOMON в режиме обучения формирует так называемые бейзлайны, то есть профиль характерного для вашей сети трафика. И если вдруг он изменится, FOMON сразу вас предупредит об этом. Я уже упоминал некоторые из кейсов, например, аномальный рост ACMP или DNS трафика, что свидетельствует обычно о туннелировании через эти протоколы. Либо когда резко увеличивается трафик на одном из серверов по нехарактерным для него портам. Очень полезная функция. Также вы увидите все возможные атаки на вашу сеть. Сканирование портов, брутфорс атаки, DDoS или перехват трафика, так называемый Man in the Middle, FOMON все это покажет. Пятое. Утечка корпоративных данных. По сути это частный случай обнаружения аномальной активности. Простой кейс. FOMON обнаружил, что один из пользователей стал резко скачивать файлы сервера в больших объемах. После проверки оказывается, что этот сотрудник увольняется и просто-напросто сливает нужные ему документы. Коммерческую тайну, шабоны документов, базу клиентов и все что угодно. Шестое. Определение неавторизованных устройств. FOMON умеет определять по трафику тип подключенных к сети устройств, их операционную систему и версию. Иногда это весьма полезно, особенно когда обнаруживаешь мобильные устройства в серверной сети. Какой-то админ поставил туда точку доступа. Конечно же можно определять нежелательные приложения в сети, когда ваши пользователи используют торренты, TeamViewer, VPN, Anonymizer и т.д. Все это будет видно, как на ладони. И также FOMON позволяет определить, есть ли в сети уже зараженные станции, боты, либо хосты с криптомайнерами, к примеру. Это, пожалуй, главные пункты для безопасника. Теперь про отчетность. В ходе аудита, всю эту информацию вы сможете посмотреть в виде дашбордов и отчетов в формате PDF. Это и аномальная активность, и общая статистика по трафику, и анализ по заданным фильтрам, собственные какие-то дашборды с нужными вам виджетами и многое другое. На самом деле мы потом посвятим целый урок именно отчетам и дашбордам. Вы убедитесь насколько там все удобно и гибко. Теперь, что касается типовой схемы нашего аудита CheckFlow. Тут ничего сложного. В самом простейшем случае мы просто ставим виртуалку или железный appliance на спанпорт вашего коммутатора ядра и заворачиваем туда все доступные нам VLAN, либо те, которые нам интересны. При этом можно дополнительно настроить экспорт NetFlow, SFlow или GFlow на ваших коммутаторах доступа или на устройстве периметре сети. Конечно, если они поддерживают это. В этом случае вы получите еще более детальную статистику вплоть до трафика между соседними портами одного коммутатора. Как только побежит трафик, вы сможете со своего компьютера подключиться через веб-интерфейс к Flowmon и провести совместно с нами простейшую первоначальную настройку и начать уже получать какую-то аналитику. Подозреваю, что не у всех такая простая схема сети, но и для продвинутых компаний есть решение. В данном примере у нас есть центральный офис и филиал. Предположим, что в рамках аудита мы хотим проверить трафик в обеих локациях. До этого мы аналогичным образом на спанпорт устанавливаем устройство Flowmon Prop в каждом офисе. Flowmon Prop это специализированный девайс, который обрабатывает копию трафика и экспортирует все необходимые данные уже в формате IPFIX. Как видно из картинки, эти данные льются на Flowmon Collector. По сути, центральный узел, который в свою очередь производит всю аналитику трафика. Плюс такой схемы в том, что нам не нужно гонять по каналам между филиалами полную копию трафика. Мы передаем на коллектор только нужную нам выжимку в формате IPFIX, как уже говорилось. Ну, к примеру, если у нас на спанпорт идет трафик в один гигабит, то IPFIX трафик до коллектора составит всего 2 мегабит в секунду. То есть мы уменьшаем поток данных в 500 раз. Такой трафик, в принципе, под силу всем современным каналам. Как вы понимаете, таких филиалов может быть много. И 5, и 10, и так далее. Теперь, что касается устройств. Как видно, и Flowmon Prop, и Flowmon Collector могут быть как в виде апплайенса, то есть железки, так и в виде виртуальной машины. Виртуалку можно запустить практически на всех популярных гипервизорах. Это и VMW, и Hyper-V, KVM, AWS, Azure. То есть поддерживаются даже облачные платформы. В большинстве случаев вы будете использовать виртуальный Flowmon Collector. Именно он и предоставляется при запросе бесплатной демо-лицензии. Он справляется и с обработкой трафика на спан-порте, и с импортом данных по NetFlow, и со всей аналитикой. Для более сложных кейсов, как в предыдущем слайде, рекомендуем обратиться к нам. Мы уже сами рассчитаем и подберем нужное оборудование или виртуальная машина. В целом, аудит-чекфлоу – это отличная возможность для IT и ИБ руководителей выявить актуальные и потенциальные проблемы в вашей IT-инфраструктуре, обнаружить проблемы с информационной безопасностью и эффективностью существующих средств защиты, определить ключевую проблему в работе бизнес-приложений, будь то сетевая часть, серверная или программная, и, соответственно, найти ответственных за ее решения. Существенно уменьшить время устранения неполадок в IT-инфраструктуре, так называемый трэблшутинг и, например, обосновать необходимость расширения каналов, серверных мощностей или дополнительную закупку средств защиты. В самом начале я уже рассказал, что может показать данный аудит и безопасникам, и сетевым инженерам. Так вот, после определенного количества таких аудитов у нас сформировался некий топ-9 типовых проблем, которые мы находим почти в каждом пилоте. По этой теме мы опубликовали целую статью на Хабре. Не вижу смысла дублировать здесь эту информацию. Если интересно, можете посмотреть по ссылке в описании под видео. На этом мы заканчиваем наш первый урок. В следующий раз мы уже развернем виртуальную машину для начала аудита. Ну и напоследок, как с нами связаться. Все стандартно, либо через форму на сайте, либо через почту, либо по телефону. Также не забывайте подписываться на наши паблики Хабр, Телеграм, ВКонтакте, Ютуб. Мы там постоянно публикуем что-то новое. Если не хотите пропустить новые уроки, то подписывайтесь. Спасибо за внимание и жду вас на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok